Все должно быть все нормально Лиссандро против Джаракс Хуса Он же Добро Вчера мы его видели Погодите, не вчера мы его видели Но мы недавно его видели на отборочных выбролиге И чуть-чуть ему буквально Не хватило совсем Чуть-чуть проиграл он Кассу До выхода В финальную сетку Но еще будет о него Возможно еще будут отборочные Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, поехали, ребят Первая игра начинается Задержка выставляется Сейчас на SK2TV добавлю сеточку, чтобы вопросов не было Заметьте Айди цифровые турниры 2666 Прямо какая-то Какая-то дьявольская подстава Ну и помните, что вы можете поддержать, естественно, данный турнир И, понятное дело, меня и мой канал Но турнир тоже немаловажно поддерживать Этих ребят Этих ребят Каких ребят, я не знаю Случайно попал, прошу прощения Почему это важно? Потому что, например, пацаны сделали турнир без участия Меня, Смайла, Паша, еще кого-либо То есть Чисто по своей инициативе Это всегда приветствуется, естественно Вот Это круто Будем надеяться, что такого больше Будем надеть, что такого больше Ой, что-то ногу Нога подщелкнула Да, кофта старая уже Да, у меня нового ничего нету Эти тряпки, шмотки все Это полная шляпа Что есть, то и ношу Привет всем LeCop009 И все-все-все Ну что, Александра бустит Кибернетчику Twilight Адеп выходит вперед Заказан сталкер Здесь пробка вперед идет Оп Проходит И Лиссандра ее минусует Пробочка проехала Сейчас не очень удачно Я вам скажу Вот Джаракс Уса Будем называть его Добро Лиссандра Клан Дота 2 Клан Клан В Старкрафте Ну, да ладно Почему бы и нет В Доте Клан Старкрафт Значит, надо сделать Что, приходит адепт Лиссандра Лиссандра Добро Его принимает Вижу Интересную вещь Под названием Призма Сейчас В продакшне Гейтов Три штуки Будут Блин, ну надо Бустить Какой варп-то Варп уже почти готов Призма не готова Ё-моё Призму здесь бустить надо Пока она долетит И варп доделается Не вкурил Этого момента Сейчас Добро Лиссандра у нас Строит роба Кстати, роба Скоро будет готова По этому-то Призму и нужно Бустить Нахрен варп Сюда делать Варп нужно было Уже по прилету Сюда делать Если сейчас Сюда варпануть И придется Идти на муви С толкерами Или в итоге Потратит Потрачен будет варп А тайминг Будет замедлен Короче, такие моменты Нужно продумывать Всегда Очень-очень Четко Прилетает дробщик Сейчас дробщик Пойдет Нужно варп Три сталкера варпаться Пробочка Минус Оверчарж Что Оверчарж Ставится Никого не убил Этот оверчарж Но под ним бегать Совершенно не обязательно Потому что 30 демеджа Это больно Сталкеру Очень больно С трех ударов Больше чем поля Снимаются Так, фокус Неблохой Сейчас от Пуса Есть еще 50 энергии Поэтому продолжение Я считаю Здесь не особо нужно Так как Либо нужно было Заходить с такой стороны Вот отсюда Откуда-то На халде Посмотрите Ни один пилон Не прикроют Ну газ Хотя бы повредить Агрить Агрить нужно А сейчас выйдет Иммортал Иначе И уже будет Проблема Обратить внимание Так Адепты Телепортируются Но они Телепортируются Атакуя Твайлайт В итоге Здесь Оверчарж Но очень четкая Оборона От Лиссандра И Так Нужно Дропнуться Вниз И загрузить Еще Двух Столкеров Сейчас Но Один Один Минус Он Красный Был Джараксус Пусть будет Добро Нагонять И европейцев Там И Наших Здесь Блинк Заказан Блинк Поздний Здесь Апфера Есть У Лиссандра Заблинкивается Наверх Ждет Пока КД Пока Откатится Блинк И Сейчас Можно Парочку Пробок Подрезать И уйти Собственно Хотя Реакция Здесь Очень Хорошая Минус Два Сталкера Минус Минус Два Сталкера Вот Этому Очень Повезло Товарищу На 2 ХП Ушел Установит Поля Переод Лиссандра Рабочих Лимиты Почти Одинаковые Пока Но Парабам Обратите Внимание 31 24 Уверчар Здесь Выставляется Ну Кстати Добро Я смотрел У него МХ Хороший То есть Он Достаточно Четко Играет В плане Обороны Вроде Как И В принципе Но Какие-то Ошибки Нужен Опыт Нужен Опыт Так Амморталы Спускаются Ну что Телепортируются Адептики 4 Пробки Было Убито На Второй На Мейн Телепорты Фокус Рабочих Нужно Делать Конечно Конечно Вот Здесь Два Демеджин Желательно Было Было Двумя Адептами Еще Кликнуть По Двум Разным Чтоб Они С удара Убили Обоих Этих Рабочих Хороший Врыв Адептами Сейчас От Добро Призмы 10 Пробок Минус И По Рабочему Впереди Евгения Тут Смарю 371 Рубль Заносит На Старлайн Лиге Спасибо Тебе Большое Иллюзия Полетела Здесь У нас Что ли Здесь У нас Пока Стоит Лиссандра Ждет Ну Короче Стояние Начинается Пвп Стандартное Интересно Мне во что Игроки Будут Выходить Здесь Я вот Вижу Интересное Такое Здание Оно Расположено На Втором Нексусе Иллюзия Куда Летит Иллюзия Краски По второму Летит Но Блинк Сталкерами Иллюзия Минус Иллюзия Ничего Не увидит Здесь Так Призма Живая Вот Чтобы Такие Вещи Работали Нужно Вот Этот Юнит Ни в коем Случа Не Потерять Даже Может Быть Можно Адептами И Нужно Пока Не Врываться В чем Здесь Фатонка На Второй Базе Если Что Строится Так Врывается Призма Телепортируется На Халде Нужно Поставить Что И Делает Ус Он же Добро Джараксус И Улетает В сторону Мейна Блин Но Призма Пустая Нужно Разгрузить И Ворпануть Дарков Будет Сейчас Дарки Через 20 Секунд Будут Готовы Здесь Есть Куда Ворваться Чтобы Сюда Например Разложить Чтобы Пилонов Не Доставал Уверчаж До Пойман Но Джараксуса Он же Добро Больше У него Лимита Сейчас Есть Обсеж Здесь С армией Но Боевого Примерно Одинаков Так Адепты Вот Ошибка Ошибка Какие К черту Адепты Дарки Есть Уже Так Лиссандра Идет Перед Получает Филды Сейчас Агрессивная Блин Та Ездить Начал Блинковаться Сейчас Джараксус Сам Контр Блинк Непонятный Делает Хорош Один Иммертал Упал Здесь Иммертал Жив Но Тоже Падает Хорошие Филды Лиссандра Тут Разваливается Я смотрю Призма Пока Висит Контроль Здесь Замесе Идет И Прям Неожиданно Для меня Что Джараксус Лиссандра Вот так Берет И Прям Выигрывает У него Пока Что Третий Нексус У него Вообще Все Замечательно В этой Игле Конечно Случится Что Может Какая Ошибка Но А Здесь Тоже Третий Нексус Прошу Прощения Вообще Не заметил Что У Лиссандра Третий Нексус Экономика Одинаковая Поэтому Еще Далеко Не Все Закончено Вот Пожалуйста Минус Признак На Какой Вообще На Какой Черт На Какое Что Вообще Строился Вот Вот Это Даркшрайн Этот Строился Здесь Потомки Не было Здесь Дарки Могли Полмейна Развалить Вовремя Их Привезти Сюда Так Идет Выход Выход Идет Серьезно Ну Лимиты Кстати Уже Близкие Но Боевой Больше Уже Серьезно Больше По Грейдам Плюс Один На Плюс Один Плюс Два Тоже Практически Одновременно Делают Здесь Очень Важный Юнит Сейчас Лиссандра Сейчас То Ли Понервничал То Ли Подумал Что Убежит На Муве И Не Блинкнулся Сталкерами Мог Потерять Только Две Синтри Без Двух Сталкеров Привет Алекс Пенкин Да Думаю Что Стрим Будет Нормальный Сегодня Тут Конечно Нету Каких То Даже Громких Имен Наших Там Не Была Ни Хэппи Нет Ну Зато Есть Другие Игроки СНГ Турнир Прикольный Сегодня Одна Ну Самая Первая Кстати О Переблинк Где И Успел Даже Этот Патрон Зарваться Джаракс Что Ты Бегаешь За Вперед Что Ты Бегаешь Ловить Его Уже Пришел Поймал Я Переживаю За Реализацию Я Ни За Кого Не Болею Переживаю За Реализацию ГГ Пишет Александра Добро Пишет ГГ Тоже Ждем Вторую Игру Я Думаю Что Александра Исправит Сейчас Свои Ошибки Ждем Хост Ну Добро Молодец Фу Прошу 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 Там уже Хост Создал Или Не Создал Не Знаю Что Хост Буду Заходить Я Чай Заварил Запиливаем Чай К Майджику Захожу Слышу Что Музыка Отключена Что Не То Врубаем Музыку На пару На минуточку Отойду От вас Музыка 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 Продолжение следует... 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 Через два гейта открывается добро. У Александра тоже второй гейт, но у него второй гейт не по двух адептов сразу, естественно. У него сталкер. Первый мазеркор. Третий пиончик. Естественно, будет потом еще, видимо, два сталкера заказано. Естественно, что-то будет заказано, но, видимо, это будут еще два сталкера, потому что после открытия с первого сталкера она вряд ли будет адепты там строиться дальше. Или тем более зилки. Да, сталкеров продолжает строить Александра. Нексуса пока нету. Странно, что ни один, ни другой не играет с застройкой на рампе, потому что все вот такие врывы адептов контрятся тупо стенкой, как зергами здесь. Ну и пилон ставишь сюда, отменяешь, если приходят. Ставишь, отменяешь, отменяешь, ставишь. А сталкеры, которые, например, ловят адептов, они не всегда эффективны, потому что можно развести их иллюзиями. Ну, правда, сейчас Александра стационарно, в общем-то, здесь обороняется. И вот сейчас врываться адептами особо смысла. Так, решил ворваться все-таки адептам. Ну, пробку минус нул. Ну, одна пробка на двух адептов. А все почему вот так вот произошло? Потому что ошибка была, блин. Ну, куда адепты на муве идут? Они должны заранее иллюзии пустить. На муве пришел, в итоге что получается? Сталкеры гонят адептов, ты сюда телепортируешься, и ты вынужден сюда телепортнуться. Почему? Иначе, если ты эскейп нажмешь, там кдшечка на все это дело идет, и сталкеры их убьют просто. А здесь ты телепортируешься, и с пилонов тебя убивают. То есть, загоняешься сам в угол. Ладно, по С2 телепахнул здесь, может быть, пробки 3 хоть убил бы там, и то что-то было бы. Здесь пилон у Александра. Добро такое, пилон, пилон. Боюсь, пилона убегаю. Но он не знает же, что Лиссандра стоит и сталкеры вообще своим не выбегает. Поэтому, собственно, и не врывается. Плюс Мазерко, что здесь завис, это и антипланетяне прилетели. Первый контакт сейчас, нет, второй контакт, первый уже был. Сейчас залетит эта тарелка сюда, очень удивится, по мнению Добро Лиссандра. Но здесь же тоже тарелка летающая, такая же. Поэтому она, судя по всему, верчаж поставят. Просто забыл, короче, где-то. Не где-то, а вот тут вот свой Мазеркор Добро. Нейтсус раньше, чем у Лиссандра. По лимиту примерно одинаков сейчас. Это Орландо, Ледоколыч. Смотрю, тут что-то вот тут какого-то предателя этого врага народа отлавливаете, красные все. Ну что, Лиссандра Блинг пораньше здесь зато. Ну хотя нет, тут лимиты чуть больше. Боевого парабам абсолютно одинаково. Гейты добавляются. Делается, наконец-то он убивается. Камни здесь эморфу сверху еще убили. Чего-то сталкнут сюда, пошли без эморфу. Убивать какой смысл в этом, я не знаю. Блинг, еще не готов. Но Добро просто понял, что раз Лиссандра сюда не идет, в принципе, к нему, если бы он шел бы с этого пилона варкал, он бы уже объявился бы здесь. Поэтому, собственно, и пилон не защищает. Ну, такие пилоны Прокси гораздо раньше выбить, ну, вреда больше нанесет. Потому что на такой стадии тут уже ресурсов больше можно заказать, как бы сопла блока избежать. Чем раньше ты его убиваешь, тем лучше. Третий нет. Лиссандра ставит. Здесь у нас открывается гейт и боится пока третий ставит Добро. Вижу шесть гейтов. Шесть гейтов, двух бас в Лотвии особенный. Достаточно подозрительный момент, потому что очень похоже на пуш какой-то. Причем будет три эморфу. Но здесь тоже третий строит. Пока здесь выход, пока он придет. Даже тут четвертого, я думаю, можно успеть построить будет. Плюс три Сен-Три, три Сталкера. Все это двигается вперед. Вот отсюда буст нужно сразу сюда переставлять. Такие моменты нужно контролить. С двух бас уж можно законтролить. Идеально все это. У Лиссандра три гейта всего. И одно робот. Здесь же шесть гейтов. Правда, так прям бодренько подходит Добро. Турнир более четыре отборочных. Читайте, заходите. Уже много раз выучите. Считайте, заходите, читайте, что там было в новости. Как бы вы все увидите. Были отборочных четыре штуки прям на этот турнир. И все люди прошли через отборочные. Сюда филды от Добро. Контрфилды от Лиссандра. Добро, насколько я вижу, потерял сейчас призму. У него перевар. Пойдет. У него больше юнитов. Но зайти на хайграунд с одинаковым боевым лимитом на оверчарже. Плюс без вижена, без воздушного обсервера. Это на самом деле не получится. Вот сейчас можно заблощить рампу. Адептам можно зайти. Куда все уходит-то, е-мое? Прилетает филд. На рампу надо делать. Филды ставятся. Имморталы в призму садятся. Пороший контроль Добро демонстрируют. А мне нравится. Так, блин, агрессивные поты Мортала. Здесь заходят юниты от Лиссандра. Филды пошли. Контфилды сейчас вниз просто спускаться и Нексус убивать, как мне кажется. Хотя нет, лучше здесь драться, потому что Мазеркор минус. Оверчаржи в итоге не будет. Апсерер минус филды хорошие. Да блин, как вот протас, выходящий из такой просто, я не знаю. Тички какой-то тонкой горловины. Успевает филды первая стоять. Да вот сюда один филд. Все разделил напополам. Выиграл. Ни хрена филда нету. Ничего не разделил. Все отдал в итоге. Все отдал просто. Все. Три Мортала, конечно, здесь вышли. Вот один филд. Один филд мог сейчас решить игру. Но его не было. Поэтому добро вынужден отступать. По рабочим, конечно, одинаковая ситуация. А, и здесь еще, кстати, уже дестабилизаторы строятся. Плюс два здесь раньше. То есть пока пушил, еще и макро выходил. Ну, вот это верное решение абсолютно. Вот. Четыре адептика. Ну, можно подхарасить. Фотоночки. Тут одна всего лишь. Так, здесь обсервер сбивается. Обсерверов лучше не держать. Вот на... Где лучше не держать обсервера, так это там, где стоит прирост. Потому что все точки сбора обычно сюда идут, и обсы вылетают. То есть его держать лучше где-то, ну, я не знаю, либо здесь на выходе. И вот так вот летать постоянно. Либо между базами, если ты мейн хочешь видеть. Как-то тяжелее будет найти. Но если контроля хватает, лучше его... Ну, когда ты висишь на базе, то лучше его не дергать. Почему? Потому что стационарно его тяжелее увидеть вот это мерцание. Когда он летит, тогда сразу его становится видно для игрока. Хорошего это, ну, сразу уже рассекрещивает. Но вот если ты летаешь где-то вот здесь, вот рядом там вот с выходом, то здесь постоянно можно на мувием там облетать. По периметру что-нибудь там смотреть. Лиссандра делает выход. 119-131. В пользу Лиссандра лимиты. Но боевой 62-68. Так, дестабилизаторы. Два, завтра. Куда два ты? Переживаю, переживаю, ребят. Ошибки жесткие проходят. Неплохо. Неплохой взрыв сейчас. Сталкерей минус. Заходит на хайграунд Лиссандра. Уже у него... Сколько? Пять иммортлов. Что за жесть? Что за беспредел? Пять иммортлов. На медленный пилон зелки варпятся. Ругаются там матом, потому что они просто в каких-то прозрачных какой-то сидят. Непонятные штуки, а их просто бьют в лицо. Но даже проявиться не успели. Вот на этот пилон нужно варпать. Такие моменты нужно видеть всегда. Пилончик падает. Здесь пилон медленный. Короче, провал. Полный провал со стороны добро. Здесь Лиссандра чисто на опыте вытащил. Вот сейчас просто как нужно было действовать. У тебя два дестабилизатора. Поступи ты хладнокровно. Стрельни одним. Промазал одним. Он агрессивный линз делал. Вторым наказал. Нет, два. Вперед. Все в молоко, блин. Ну ладно, что-то я тут разорался. Как будто, я не знаю, СОС играет финал дискона. За 100 штук баксов. Но дело не в этом, сколько денег, а насоса равняться нужно в любом случае. Так. Пошел Нексус. Четвертый от Лиссандра. Здесь, кстати, Нексус на третий не упал и пока добро не сдается. Но у него 60 лимита, 70 на 130. Лиссандра что-то стоит, ждет. Феникса каких-то настроил. Ну, это ведь против дестабилизаторов Феникса, конечно. Ну, что ждать-то стоять? Пора уже убить. Пойти, наконец-таки. Дейты открываются. Имморталы добавляются. Причем, что самое интересное, добро по грейдам у него все лучше. То есть, у него по билду было все намного лучше. Он мог закончить игру много раз, но ошибки какие-то приводили в итоге к трогу. Все, идет последний выход. Сделки без чарша. Пока что у Лиссандра сделки. Но сейчас чарта делается через пару секунд буквально. Так, Лиссандра пошел наверх. Пилон его обнаружен. Пилон уничтожен. Заходит ко второй базе. Здесь новенький пилончик ставит. Довар пойдут от вот этого вот Нексуса. Здесь Дарк. Пять пробок минус. Ну, это ничего не решит уже. Можно подходить. Ну, и все. Феникс. Еще Феникс. Поднимаются дестабилизаторы все. В итоге ульстровы их не проходят. Поднимаются. Еще там какие-то юниты. Ну, естественно, здесь Лиссандра в кламм разваливает. ВГ пишет добро. 1-1. 1-1. Ливела карта. Ждем хост от Мэнджика. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Так, я ХЗ. Я в другой момент говорил, ты просто не понял, что я говорил. Про филд на мейне, когда уже была битва после телепорта, можно было Александра зажать между его же собственными зданиями и поставить точку. Но нужно первым филд ставить. Поэтому вот в пвп, например, в других матчапах у оппонента филдов нет. А филд на филды бьешься, там очень важно еще делать это все вовремя. Хотя в любом матчапе это вовремя. Потому что если пробежали, там линги какие-то или что-то на крипе. На крипе против рингов филды тоже ставить нужно моментально просто. Продолжение следует... Идет разведка. Добро повезло, он находит с первого раза Александра. Александра 2 гейта. Александра не туда поехал, но он сейчас изменит свой курс, естественно. Пошла кибернетка. Александра нужно пробку заказывать и пилончик сейчас ставить. Причем с пилончиком лучше не втыкать. Александра что-то втыкает. Так, ну можно не успеть до кибернетки. Да, посмотрите, кибернетка готова, а пилон ни хрена. Вот такого быть не должно. Ну на 3 секунды пусть, но задержал продакшн свой. А это очень важный момент. Мазеркор адепт. А на хрена-то 2 гейта? А на 2 адепта было заказывать. Короче, странное какое-то исполнение от Александра. Один всего адепт строится. А, и сталкер. Ну ясно. То есть адепт... В чем суть этого решения? В том, что оппонент приехал, все увидел. И Александра уже потеряв эффект неожиданности, просто передумал именно играть 2 адептов. Он одного разведывательного адепта строит, плюс сталкера, который, собственно, будет уже ловить адептов. Там переход в линк, возможно, будет. И дело что-то такое. Да, вот твой лайт пошел. Здесь же старгейт. Строится, и добро все-все-все проверяется сейчас. Строится, и добро все-все проверяется сейчас. Ну что, адептик на мейне здесь. Александра будет телепортироваться. Нет, он не будет телепортироваться. Он просто пробку здесь убьет, которую Анецус собирала заказывать. Во-первых, спалил свои намерения. Во-вторых, эта потеря лишняя была. Сталкером контроля нет никакого вообще. То есть нужно как бы на подшаге стрелять, а он просто на муве, на клике атакует. Здесь минус три пробки двумя адептами. Ну, два адепта в три пробки, это не очень хороший размен уже. Об этом я говорил. И Оракул летит вперед. Плюс вот сейчас бы с Оракулом вместе как-то попытаться развести, к примеру. Это другой момент. Оракул залетает, но здесь и три сталкали, здесь и уверчаж, и нет смысла здесь что-то летать, по-моему. Сейчас еще можно было Найтпилон уверчаж поставить. А Оракул бы вообще вот здесь запотел бы немножечко. Ну что, Оракул здесь летит. Пытая контролирует. Феникса строится. Феникса, кстати... Не, ну Феникса это очень интересно, но сейчас Лиссандра сделает блинг. У него уже готов почти. Как мне кажется, на Оракуле нужно было все-таки остановиться, потому что вот это вложение сейчас, оно навряд ли окупится. Фениксов. Нужно будет шатать, пытаться на какой-то базе, но здесь уверчажа, например, а здесь сталкеры будут стоять. Ну все, блин, готов, можно выходить. Но вторую что и делает? Лиссандра сейчас здесь уже вторую начинает добро добывать. Уже по игре вижу, что экономика-то у него лучше, чем у оппонента. Ну и чего-то не хватает. Так, прилетели Феникса харасить. Три пробочки забирают. Какая-то реакция поздняя была от Лиссандра. Здесь Оракул висит, Ревелэйшн есть. Кстати, вот... Ну вот теперь уже все, в минеральной линии Лиссандра стоит. Пока он стоял вот здесь, вот можно было с этой стороны подлететь и одну-две пробку подрезать. Фениксы висят. Контролят вторую иллюзию. Залетает их, никто не контролит. И какой-то поздний Твайлайт пошел. Романко. Три тысячи РФ, призовой фонд. Респект Романко тебе за поддержку турнира. Ну что ты. Так, не знаю, куда Лиссандра ехал. То ли третий Нексус поставить хотел, то ли что-то еще. Вот, пробка минус была, минуснута фениксами, пятью штучками вот этими вот. Для вот, чтобы пробку минуснуть, как вы понимаете, пять не надо, но их там пять летало. Вот здесь что-то у Доброка какой-то фейл. Две пробки стоят, смотрят на газ и такие как бы... Перекур у них обсуждают. Как же удобнее газ добывать. Вместо того, чтобы его добывать. Третий Нексус ставится. Здесь третьего пока нет у Лиссандра. Блинк делается, строится иммортал. Иммортал в три штуки, но сталкеров как-то маловато. Добро. Но лимита больше, кстати. Под блинк сейчас от Лиссандра. Чуть не понял, эти фениксы вперед вылетели. Прикрыли своего собрата, но демодж он так и так получил. Так, обсуждение эти в Личке видите. Как-то так. Шесть пробок. Здесь фактически лишних надо перевести на третью. Шестнадцать оставить и идеально раскачать третью базу. С мейна правильно забраны, все рабочие почти что. Фениксы опять на мейне, дают пробок. Крэш пошатать, поднять. Верхча же выставляется, нужно улететь. Один феникс минус, остальные ушли. И уходят они. Абсолютно спокойно. Под блинк агрессивный. Но тормозить не стоило. Один феникс минус. Какой специально? Дивы. Дивы. Так, здесь архонщики у нас сливаются, гейты добавляются, чарж делается. В этот раз в предыдущих всех играх практически у Добро было преимущество всегда по грейдам. В этой же игре он остается и очень серьезно, я сказал, здесь плюс 2 уже готово практически. Здесь только плюс 1 на половине. Бластер Гейта от Лиссандра, только у второй базы. Идет вперед Добро. Призма есть, призма не наблюдается. Наблюдается дестабилизатор в продакшне. Фениксы здесь сныкались на мэне, боится улететь. Вот, да, мимо нужно улететь. Ну, под блин сейчас сталкерами. Один Феникс все остается, но он не бесполезен, можно в бою там дестабилизатора поднять. Раньше, по-моему, вообще бесполезен бы был, потому что ему на такой стадии не нужен. Два лишних лимитка бесполезных практически. Хотя, если руки есть и одним Фениксом, можно там и имморталов поднимать в битве, еще что-нибудь. Здесь плюс 3, потому что здесь плюс 1 доделывается. Четвертый Нексу ставит зачем-то Добро прямо по направлению к Лиссандро, наверное, чтобы если подраться, то сразу проиграть. Криво подраться. Или же, может быть, чтобы Лиссандро построил дестабилизаторов и просто выселять бы, начал бы отсюда Добро, и он пришел бы на клике на него ломиться. Ну, тут никаких дестабилизаторов нет, кстати, у Лиссандро. Он другим стилем играет. И всего здесь больше. Сейчас что-то стоит Добро тогда, когда нужно просто на клике фактически вперед идти. И Добро потерял всех Фениксов, а Лиссандро настроил сейчас как раз-таки Фениксов достаточно много. Урывается Призма. Подлетает, как-то странно, дропывают зелки, не на мувер. Призма не раскладывается. Варпа нет. На лом, на третий Нексус идет. Ой, здесь хороший вырыв, дестабилизатор. Ой, как он по имморталам сейчас дал. Жесть-то какая. Все дэмэджены. Филк пошел. Не знаю, кто его поставил, но Лиссандро, он помог этот Филк немножечко. Но Добро просто берет, сминает мейн с до варпом, сминает лоб. Это ГГшечка. Кажется, Добро идет вперед, и для меня это такая мини-сенсация. Вроде все-таки написано Бо-3, значит Бо-3 у нас. Естественно. Ждем следующую пару. Еще раз спасибо Романко за поддержку турнира. Что-то я не понял. Какой у нас призовой-то стал? Сейчас обновлю. 9700. 9700 уже прям. Только буквально сколько стрим идет, а призовой увеличился. Естественно. 7700. 6600. 6600. 7600. 6600. Они имеют Meh 1 к 9000. Продолжение следует... Ну что, террасы Приона у нас следующая карта... Первая карта Минато против Изи создают, чтобы не тянуть время лишний раз. Зову Минато, зову Изи. Меджика тоже зову. Добро сегодня побеждает, да. Обратите внимание. Сразу при старте, причем побеждает. Это важно очень. Значит, сегодня все будет добро. Но... Так. 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 Так, Изи надо в Skype подписать. Но я забыл, как Изи зовут. Черт побери. Блин, а народа столько, что Я помню, что у него как-то в скайпе логин Ну что, ждём Изи пока что Я надеюсь, сейчас ему отпишут Изи Зову пока в игру И отвлекусь на пару минут Отвлекся, а Изи уже пришёл Ну что, минуточку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, всё, я здесь Кстати, забываю А вот, хот-кей Всё, ctrl-shift-g На картах вот этих вот эта фишка работает Ну что, изи против Мината ЗВЗ-шечка у нас Посмотрим, как отыграют Ну, ЗВЗ-шечки обычно долго у нас не проходят Следующая пара у нас сказали Так, следующая пара Я помню, что SD-imbo Которая вот тут у нас что-то А, против Аверса Битва претендентов на Прохождение на BlizzCon Ну, не этого сезона, а следующего Вот, будет Что уж говорить об этом турнире Поэтому будем смотреть Главное Главное, без обид Без задней мысли Просто шучу Вот, но Надеюсь, всегда, когда так шучу Надеюсь, что когда-нибудь Ну, так и случится Кто-нибудь из наших Не, ну, если уж попадет на BlizzCon Тогда и затащит, понятно, его Ну что, Минат переводит дронов на вторую базу Сколько переводит? 8 переводит на золото Без газа Мината играешь Странно очень, кстати Маскоролевы там, видимо, будет И 6 лингов строят Зачем 6 лингов-то? Плёточка пошла Стационарная оборона Здесь пул первый, кстати, был Изи сразу Даже больше 9 дронов берет Правильное решение Сюда 4, сюда 5 Пошла добыча Мув пошел у Изи Минаты своими Даже не 6, а 8 лингов Вперед бежит Ну, смысл за лингов Смысл за лингом Понятно Гнаться нету Пару секунд гнался Потом развернулся Побежал в другую сторону Здесь 2 королевы Они, кстати, не пустят лингов Ничего Изи не увидит Даже плетку вроде не увидел Да, плетку не увидел Она перекапывается Бейлинг Нест Бейлинг Нест ставит Изи Лингов своих блочит Королевы Выпускает в итоге Просите у меня Кастрим Заходите на канал Турнира Старлайн Спрашивайте В игре-то уж Я точно этого делать не буду 12 лингов Строится от Изи Бейлинг Нест строится Собирается он Агрессивно Кажется сыграть здесь Да не кажется Он уже так делает Но третью хату При этом ставит Лингов вперед Не выводит пока А сейчас выводит Побежал вперед Часть лингов Сбоку забегает Предварительно Бейлингов не морфит Здесь у нас стеночка Уже с плеткой С королевами Очень даже неплохая Такая стеночка Плёточку можно Поближе было бы Конечно не вплотную Вот сюда Потому что Иначе бейлинги могли бы Да там Взрывать плетку Но Через здание Ну можно было бы поставить У Минато делается Плюс один роучем Посмотрите Заказано семь роучей И делается Что самое интересное У него Мув роу Эти мувера И есть эволюшн То есть можно дропаться сейчас Но Изи забежало Семь дронов Минато Сейчас Я так полагаю Что Минато Дропаем роучей Будет напрягать Оппонента Хотя здесь уже Две базы в три Получается Здесь не просто Надо напрягать Здесь надо как-то Уже Не знаю Решать вопрос О том Что делать дальше Посмотрите на рабочих 29.41 После вырыва Изи Он больше потерял Но он восемь дронов Сгрыз Это очень важно И по экономике впереди Причем в это время Макрился очень неплохо Боевые лимиты Одинаковые Практически Роучи У Изи строится Сейчас эволюшн будет готов И можно заказать Плюс один Также будет У этом эволюшн Что он собственно говоря И делает Ну а что же Мината Рабов подстроил По рабам уже сравнялся Третью хат Только-только заказал Ну вот Нагнать конечно То есть Нагнать-то Уже почти нагнал Да Лимит одинаковый Рабов примерно Равное количество Но Тут другом вопрос В том что Более ранее Третья хат Конечно же До стыди Преимущество И очень серьезное В этой игре У него есть лейер Уже не понимаю Почему он делает Мух роучин Вот пошли дропы Четыре роучи дропают Начинается Харас роучин Ну пока Два дрона Всего лишь Убил меня там И улетает В пространство Нет Что Скарер Похоже на Карер Каких-то Каменных Окаменелых Что ли Ну и улетает Ну вот Мне надо Расхарастить Чуть не забрал Королеву Ну чуть не считается Четыре роучиня Здесь нужно фаерболы Отходит Хоть золото Но дроны Падают все Уже меньше Чем у Мината Остается Роуч К нам Уведут Вместо того Чтоб вот эту группу Убить без потери Они ломятся Вот сюда В итоге Везде Все отдается Но по чуть-чуть Изи отбивается У Минат Право лимита Больше У него очень-очень Много лимитов До заказа До заказа Поэтому долговато Сюда мягко говоря Идти И мух еще не готов Что тоже очень важно Вот два роучи Сейчас например Не дерутся Наконец спустился Изи принял бой Нормальной позиции Выбегает линги У Мината Есть плюс один Поэтому линги Сильно прямо Не Разваливают Роучи Но помогают Конечно же Отбиться Здесь понемножечку Изи Но у Мината До текания идет Но он его разворачивает Почему-то Изи сам уходит Боятся друг друга Роучи Не отконтролил Изи Потерялся Сейчас Восстанавливает Добычу А Мината Здесь еще хищниками Из овера летает До сих пор Дропается Но по лимиту Все печально У Изи Конечно стал Мината Отступил Сейчас уже Мув будет готов Плюс два не дел Третью Вообще не добывает Пока Нужно перевести Откуда-то Рабочему Здесь и третья И вторая Добываются Газ Нужен На Изи Поэтому он переводит Рабочих на газ Ну тогда На как на золоте На минералах Вообще ни хрена нет Нужно с мейна Значит брать Обычно С обычных Минералов Переводить Иначе печально Будет Фаербулы Пошли Еще один Реводчер Здесь готов Мимо Роучи Вообще Забегает Мината Окружает Изи От Изи От самого Передропы Или это просто Забегания Даже наверное Идут Скорее А не передропы Но эти забегания Уже решают Уже ставят Не решают Точнее Потому что Роучи Ставят точку В этой игре ГГшечку Изи Пишет Все-таки Сдается Ну а что тут Еще ему Остается делать Сумеречная Башня Следующая Карта Мината 1.0 Ребята 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 Ну что Узнаю готовность Игроков Пока ответа Не вижу О готовности Изи Готов Мината За водой Сходит Надеюсь Не В колодец За 150 метров От дома Еще не Выкопано На данный момент Ребята 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 Так Узнаем Тут Лизи Из Тоже Куда-то Делся Куда же Он пропал Тоже Куда-то Отошел Ну это Нормальность Кто-то Отошел Что второй Игрок Тоже Отойдет Ждем В общем-то Изи Надеемся Что Мината Не ушел В это Время Не думаю Что Он ушел Поехали Сумеречные башни Мината 1.0 Ведет Изи Против Мината Пишет Изи И оба Ставят Пул Посмотрите Мината Вообще 12 Ставит Изи 13 По-моему Да Разница В 5 Секунд Приблизительно То есть Изи Первый Роба Заказал Пул Поставил Мината Даже Не заказывал Даже Робов Насколько Я понимаю Интересно Интересно Требе Требе Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что именно он хочет сделать сейчас мы увидим Изи зако... Да! Пошел спайер обратите внимание где он пошел Пошел на второй базе И три роу еще строится чтобы рампу помогать Влочить с королевами отбиваться over-minus именно то опять вылетают ровшими сейчас четыре штуки сидит летит дропаться но в этот раз изи гораздо проще будет его встретить минато я имею ввиду плюс один уже доделывается но ровущему в поздней достаточно то есть богу талисков ничего сделать не получится падает криптумур раз криптумур два приходит минато к изи изи не спешит тут ловить этих лингов в это время 6 муталисков заказано 4 ровучи прилетают сейчас к изи вот минато но изи сейчас изи изи муталисками собьет просто этих этого овера этих ровучи выбьет естественно в это время атака на третью базу идет непонятно куда изи ушел минато просто на халяву приема что творить вообще минато приходит и на халяву на абсолютную халяву хату убивает причем здесь и трансфюзы полные были практически у королев так действует конечно же фейл был от изи муталиски теперь они конечно будут решать в любом случае но хату то нужно восстанавливать выход от изи пошел ровуч у него много есть минато контратакует 7 так 80 на 50 по боевому новый до заказ там у изи идет руч заходит ручи и муталиски спорка минусует муталиск ручь продолжают землей драться но у минато много ручи в заказе плюс вот эта плетка блин просто она не столько демиджа уже нанесла реально много заходит изи дальше минато ручами обвивает ручи изи но муталисков отбить нечем королева на мэне есть на второй но не на третьей базе но не приводит сейчас минато идет в контратаку изи не понимает что ему муталисками делать лучше конечно в обороне было бы помочь я думаю минато сваливает домой сейчас ручи на криве получают ускорение но муткой срок быстрее летают у них 5 и 6 хотя по примерно одинаково даже чуть быстрее чем мутка ручи передвигаются есть уже гидра у минато гидра достаточно много изи делает бэйлинг мэст изи собирается мута линго бэйлингами видимо драться нужно да вот чтоб такая тема не прокатило до бэйлингов вообще ворваться желательно ну и либо до готовности мува бэйлингом хотя бы здесь нас тоже ручи выдвигаются минато пытается их поймать гонит сейчас оппонент своего гидре сейчас мув будет готов посмотрите и рейндж мув и рейндж готов 12 бэйлингов и делает минато ну намного больше по лимиту вижу лёркер дэн делается этот план свитчев на перехода дальнейшей технологии бэйлинги есть но в роуче бэйлингами нет смысла взрываться они дэндж то нанесут но главное это угроза здесь гидра вот для чего бэйлинги здесь нужны очень сильно так руч падает гидра отступает назад немножечко лимиты близки минат на развороте бой принимает что еще очень важно так это то что у минато две атаки на одну атаку оппонента значит гидра дэнджет вообще замечательно выходит бэйлинги вперед минато уже так минато боится до конца драться сейчас гидра лисков ручи вырывается гидра лисков не так то просто всех отпокусить 94-136 очень похоже на то что минато точку в этой игре ставят 140 на 70 2-х кратный перевес энергия пишет изи минато 2-0 ребятки дэн прошу прощения часа быстренько отойду что-то меня совсем вырубает не выспался сегодня сосед там кипишил вот сейчас вернусь ребят и продолжим и 1 1 2 2 2 3 3 4 Продолжение следует... 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 Ну что, поехали. Наконец-таки разобрались с Ревой, разобрались со всеми делами. Так, GSL, конечно, будет завтра от меня. Ну а что вечером будет завтра от меня, я не знаю. Кстати, завтра что у нас вообще? Тинг у нас ночью сегодня получается, а завтра тинг... Так, 23. Да, завтра тинг будет. Какое-то число-то получается. Какое-то число-то получается. Ну что, стартанула игра, полегче вроде стало. Вот, отпустил солнечный, меня прям так обрубать стало. Я уже думал, сейчас в кресле тут засну. А, тоже 11, 16, да. В 18.00 завтра тинг. Ну посмотрим, я не уверен, буду ли стримить. Наверное, буду. Но пока на 100% вам сказать не смогу. Ну что, аверс против. СДИМБО? Поехали. Ритминка, помните, что... Чай, ты что рычишь-то? Засел сюда под стул и рычишь. Помните, что задержка 2 минуты. Ну что, орбиталочка пошла на ЦЦ-шечки. На мэйне имеется в виду. И ставят аверс вторую ЦЦ-шку через рипер опенинг. Ну аверс это неизменный мех-тиран. Любит он очень мех катать. После рипер строится марик. Блая сегодня поздновато. Я пока не уверен, но скорее всего не буду, потому что завтра ГСЛ, а я сегодня и поспал маловато. 6 часов где-то поспал. Я думаю, что я просто умру тогда, если я еще буду стримить гиблая, хотя группа хорошая, но это если в 2 часа ночи начать, там в 5, ты закончишь, наверное, утра к 5. В лучшем случае к 5, а в худшем еще позже. И GSL-та будет ни хрена и не посмотреть. Наверное, лучше завтра днем постелью. Хотя я посмотрю по обстоятельствам, как самочувствие будет. Так, здесь мув овером делается. Ранее очень мув от ESD-имбо. Это подозрительный момент, но мув сейчас, он вошел в моду, собственно, корейцы его ввели. Тот же Dark, самые топовые корейские эзерги, они делают мув овером ранний, чтобы видеть просто, что делает оппонент. Ага, это не простой мув овером, не простой, золотой, с эволюшиным. Значит, это будет дробчик. Куда и чего, сейчас посмотрим. Здесь у нас, судя по всему, гелиона бандши. Рипер залетать собирается. Линги с мувом уже. Гранатка кидается, уходит Аверс вниз рипером. Зерк тупит, что не ловит. Его нужно лингами поймать рипера этого. Иначе зачем же ему делать оверы морфикса. Гелиончики идут вперед. И что теперь делать? Королева сейчас из эрк еще садится. Главное, оверов идет. Такой простой просто. К нему гелиона 4 едет, и рипер. Он сел, полетел, а к нему... Это называется провал, ребята. Приезжают 4 едет, и рипер минусует рабочих. Летит вперед Аверс. Строятся армори, строятся бандши. Ну, просто с хелбатами нужно этот дроп будет принять, и все будет окей. Да и армори точно успеет доделаться 100%. Бандши летит вперед. На острие еще этой бандши летят оверы. Скан пошел на мейт. Понимает Аверс, что эволюшн не просто так. И бандши видит, что здесь оверы летят. Ну, нужно сейчас просто... Вот, это здание готово. Хелбатов трансформировать сейчас, и все. Аверс это, собственно говоря, и делает. Залетают оверы. Нужно викинг строить. Викинга для того, чтобы встретить. Так, пошел врыв. Рипер, Марик, бункеры садятся. Хелбат, Кайер, скриво подводят. Они все в куче, какой-то ужасный. Уверсира еще нету. То есть бандша с инвизом вообще все разваливает. Королевы падают. Разваливается все. Тебя точно не будет. Да в это время и народу-то немного может смотреть. Но я уверен, что бы это посмотрели бы. Просто слишком это в 2 часа ночи начало. Такой, тем более, долгой группы, где был 5 систем. Билбат и трансформируются в очередной раз. Ландшафт и шпады. Королевы создаются. Все ГГБ. Либо это Аверс 1.0. Ну, честно говоря, не самое лучшее исполнение было. Плюс вилт Аверса попал как-то очень хорошо. Учитывая арма и его заказанная вовремя. Продолжение следует... Так, захожу в игру. Так. Так, Лену создаю с модом. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, всех сюда. Ну да, Екатеринбург. Сахалина. Хотя Сахалина и Екатеринбург тоже нормально. Ну, те регионы, да, будут смотреть. Ну что, поехали. Все готовы. Начинаем. Всех еще раз приветствую. Напоминаю, что можете меня, мой канал поддерживать, а также поддерживать турниры. И наши, которые мы с Пашей, со Смайлом делаем там. И других ребят, как вот этот вот. Приятно, что кто-то занимается такой организацией. Аверс 1.0 ведет. Поехали. Поехали. Ииии. 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 пул пошел привет луп была и будет на турнире тинка выступать на 2 часа ночью будет по московскому времени по его местному в час так прогоняет дрона сейчас аверс через рипер и опенинка ведь 2 газа не наблюдается на этой карте я так думаю что в любом случае он будет 2 газ делать я может и цешку сейчас посмотрим цешка будет стандартно достаточно действует ну что шесть лингов у сд имба без мува от рипера пытаются сныкаться обойти рипера обходят сейчас он ворвется а линги по веку да не по емае да вот рипер пролетает забил постой вот здесь вот до сюда беги нет надо бежать да он пять раз назад сейчас вернется пока они бегают там цеверс домой каш полетит сейчас я так думаю он должен домой полететь увидев что пул первый был да что он и делает карас линги подбегает немножечко рипер возвращается спокойно абсолютно здорово кирилл только сегодня правда не на стриме а после стрима star league вспоминал тебя думал надо бы написать тупокалипсу этому челу узнать как там идет ли плей-офф вообще а то я последние две недели не стримил групповые тлс а вот а плей-офф то хочу постримить время сейчас свободно есть принципе ну сегодня разберусь с этим моментом скачать вроде там хотя если был бы прямой эфир он написал бы мне не знаю как там все это проходит орбитал очка пошла у аверса starfor здесь гильонщики с реактором строится зерк битроуч ворона играет подозрительный очень даже момент газ 600 минералов газ только-только начинает добываться что-то из дыма занервничал по ходу дела об сайте сколько он накопил а куда те куда минерал 750 что происходит где с дыма где sd вот я жму с z я не знаю почему минералов столько до хрена так две спорки об такой заказался сейчас спорки там трали и валя заказался минералы потратил здесь хотел видимо хату заказать можно можно я так подумал сейчас чтобы они подумали что он убед можно просто создавать видимость потраченных минералов где-то вдалеке хату заказывать дрон едет потом сжать escape потом опять заказывать у тебя будет как бы ну по факту у тебя минерала на кармане вот кажется что потрачено короче такая черная бухгалтерия starcraft завяжает аверс 10 дронов минус 13 минуса линга монет 17 минус 16 33 правом 10 ручей заказано что-то познавать по моему ручей здесь строится еще еще аверса на вторую базу уходит посмотрите гранатку еще кидает ручкой сейчас будет готова но они ничего не смогут сделать тирану с такой слабенькой экономик им надо прийти все убить самим как-то по себе не знаю в такой ситуации вот помнишь что задержка две минуты еще кирюх не могу в прямом эфире общаться прям таки так врываются ручи не готов бункер вайерсфа колбаты с ксм кстати хорошо взаимодействуют ксм танкуют а холбаты толкуют ручим что к чему королевы поздно подходит инвиз врубить ты врубил инвиз успел еле-еле реводзер морфидс один и мы переходим к следующей паре это димага против велоцираптора наверно они уже потеркали и Продолжение следует... Аплэмы прям гигантские. Ладно, с деймбой не переживай. Главное, не пригорать. И все будет. Участвовать на турнирах уже хорошо. Потому что играешь с сильными в основном. Ну и в чатик лучше не смотреть. А то у нас обычно хвалят всегда все. Так, ждем димага у велоцираптора. А, велоцираптор. В чатике сидит. Аплэмы прям гигантские. Аплэм. 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 Так, сейчас димаги отпишу. Скайп. Написал димю скайп. А вот Дима тут уже. Сираз первая карта. Димага велоцираптор создаю, ребятки. Зову димагу сюда. Велика сюда. Маджика сюда. Ревчика сюда. Всех сюда. Ревчика сюда. Ревчика сюда. Поехали. Поехали. Ревчика. 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 Ревчика сейчас будет играть. Ревчика. когда последний раз с ним виделся, не последний был. Почему-то я, хотя, как говорится, не зарекаются от всяких вещей таких. Но тут еще и желание может решать. Короче говоря, поехали! Демага против Велоцираптора. Хватит ностальгических всяких таких моментов. Давайте просто посмотреть. Народ достаточно много у меня. Сейчас собралось посмотрим, как у нас Дима вообще говорил, что тренируется сейчас. Если тренируется, это хорошо, потому что если у Демаги будет желание, не просто желание играть через силу, а желание тащить, то у него желание раньше это было просто гигантское. И тащил Демага очень хорошо. всегда отыгрывал до конца и всегда не очень хорошо получалось. Ну что же. Пул 17-я хат, точнее. Газ-пул Демаги. Так, ну даже, наверное, газ одновременно с Пулом был заказан, потому что соточки еще не будет при готовности к пулу. Обычно, когда газ первый, то сотка примерно уже есть. Здесь только 80. Переводятся дрончики. Один дрончик. Дрончики это неправильно. Не во множественном числе переводится. Четыре линга. Две королевы строятся. Да. Только что. Ахахахахахахаа. Продолжение следует... Пошел лейер. У Димы. Лейер ранний. Мув делается рингом. Еще не готов мув, а уже лейер заказан. Королева подстраивается. Третья сейчас инъекции. Делаются. Куда будет криптум? Так, рипер прилетает. Здесь хорошо, как ринге стоит. Смотрите-ка. Как повезло. Сейчас бродяге риперу 3 хп осталось всего. Криптум запилен. Ну и Димага не дает увидеть этот лейер. Но если бы это был... Если бы это был... Нидус, то уже бы Роуч Ворен строился бы. Соответственно, это, скорее всего, не Нидус. Но почему тогда нет двух газов здесь, если это, например, Спайр? Тоже очень странный момент. Пока не могу понять, для чего это. Не, ну Нидус может быть с лингами-королевами. В тупую какую-нибудь сверхраннюю, я не знаю. Нет, пошел Спайр. Два газа ставится. Ну вот по таймингу газа на второй базе, мне кажется... Мне кажется, было бы кривовато. Тайминг можно было лучше делать. Сканит Велоцираптор. Прекрасно видит, что там происходит. Видит Спайр заказанный. Здесь стимпак пошел. Бараков-то, что-то строится. Реактор на Старпорте. Почему бы? Почему бы вот... Ну, понятно, что хочется био пораньше. Там стимпак и ддд. Стеночки, кстати, нету. Здесь можно было... Хотя нет, здесь три марика, четыре всего линга. Было бы, что по семь лингов можно было бы забежать. Очень круто. Почему бы Старпортом не перелететь было на реактор? Вот что я хотел сказать. И, например, там четыре Либератора подстроить. На это, правда, много очень газа нужно. С другой стороны... А, ну да, здесь газ-то нет на второй базе. Четыре тяжело построить. Табак Мэн, привет. Ну что, дробчик демаги на мейн прилетают. Четыре гиллиончика в этом дробчике было. Клингами демаг только одного подрезает. Остальные три улетают. Пять муталисков заказаны. Так, заметил демага сейчас. Медивак, даже если он врубит буст. Вот что и делает. Велоцираптор буст врубил. Лингами нужно подбежать сюда. Демага подбегает сюда лингами. Гиллионов принимает снизу лингами. Сверху медивак убивается муталисками. Все, дробь ликвидирован. Но нужно третью сейчас раскачивать. Нужно делать... Так, эволюшн всего лишь один. Поэтому всего лишь один армур и делается. Свич в линг-беллингов уже идет. Мутка линг-беллингов. Криптумор и демага неплохо вперед распространяет. И во всех сторонах, где есть, у него распространяются они. Газ запилен. Двух муталисков забыл. Это нехороший момент очень-таки. Здесь у нас ченжинг. Это демаги ченжинг стоит. Отдыхает. Вот в стеночку, в ряд все выстроено. Хотя вот здесь есть проход небольшой. Но он реально небольшой. Как я и говорил, вот так делать не стоит. Смотрите, какая стена. Если здесь будут мутка летать, задолбаются, отбегать марики со второй базы, Выход пошел сейчас в демаге. Беллингов делает, муталисков добавляет. 1-1 грейда у тирана. Щиты щиты пока не готовы. Здесь второй эволюшн добавлен. Но коготь пока не заказывает. Ну вот выбил криптумор. Смотрите, здесь еще один есть сюда. Можно сразу за спину его просто распространять. То ли не успел, то ли видел под сканом, не успел выбить. То ли понял, что здесь криптуморы есть. Но скан на один криптумор тратить, это, конечно, излишество. Но иногда и так приходится делать. Но не на такой ранней стадии. Так, муталиски отконтроливают сзади. Халявных мариков с прироста выходящих подрезают. Летает демага, контролит мутку. Скан еще один пошел. Видит велоцерап, что там линги-беллинги нового эморфиса. Лимит вообще равный практически пока. Демаги вторая атака на мутку. Пошла когольц. Второй армор на заказ. Четвертая хата уже готова. Не под ксилнагой хатка. Здесь на хайграунде. Ну и ксилнагу линга. Зря многие, я смотрю, игроки за любые расы на этой карте, на сервисе, не надооценивают вот эти ксилнаги. А ксилнаги-то это просто важнейшее. Посмотрите, вы сюда можете поставить линга, например, зергом, и контролить дропы на мейн. Просто идеально. Вот досюда тут вижен есть. Просто заранее вообще предупреждать. И еще видно будет, если с этого направления к этой базе подлетать будет. То есть куда-то сюда лингов поставить от выхода и сюда лингов. Ну и эту ксилнагу тоже. То есть всегда это полезно. Лишний вижен никакая не помешает. Что оппонент может не думать, что у вас там вижен есть лететь на халяву хайва. И много-много всяких моментов. Бывают эти сканы на мейн идут. Хочет велоцираптор, видимо, увидеть, нет ли там хайва. Бегает здесь, обороняется. Третья сэшка вовсюду добывается. Марики стоят 150 на 131 по лимиту. Тиран начал пассивничать. И в итоге-то... Да пассивничаться сейчас можно. Выход по либераторов идет. Либератор всего один строится. Вот так. Второй старпорт слабый. То есть можно по три либератора производить. И рейндж, наземный рейндж раскладки либераторам. Вот этот сейчас будет заказан, судя по всему. Да это очень хорошо. Я всегда говорил, что нужны, нужны либераторам. Хотя бы атаку нужно делать обязательно. Потому что когда у них три атаки, то это страшный юнит. Просто становится против воздуха. Если масс на масс в особенности, там просто разносят. Главное там отделенки вайперов. Вот этот паразитический бомб сплетануть все. Так, муткой демаг висит пока не хоразит. Второй куготь заказывать. Второй армор по земле почти доделся. Утиран 2-2. Демага. Медивак на халяву подрезает. По-моему, мутку одну потерял. Мутку можно было не терять, но... Там с полной энергией медиваком ценнее, чем один муталиск. В любом случае, из эргу. Медиваков здесь и так мало. Плюс там энергия попится. Либераторы новые подстраиваются. Три штучки сейчас будут. Но, опять же, не полностью старгейты. Старпорты загружают свои тираны продакшеном либераторов. Здесь еще муталиски просто вылетают. Сколько их? 21 штука с двумя атаками. Это грозная сила, я вам скажу. Либератор висит. Демага залетает. На две минки попадает. Это, конечно, неприятный момент. Минки минусуют. Какие-то мародеры стоят. Реактор на Старпорте сейчас будет уничтожен. Причем Глэвом демага уничтожает его. Так, так, так. Аккуратнее нужно будет. Что-то мне все мерещится. Дроп на моем демаге. Но никаких дропов нет. Вся армия на четвертый. Крип. Крип прямо около Велоцираптора. Еще тут сюрприз рядом с Крипом. Блин, но проблема в том, что тиран увидит... Обычно у тирана реакция, когда он видит Крип прямо перед носом, какая? Надо бы его выбить, и он скан кидает сюда. Поэтому Беллинг эти могут быть обнаружены. Естественно. Вот они со всех направлений здесь. Велоцираптор упорно прям не хочет вперед вести. И все. Демага выкапывает. Ну, четырьмя бейнами тут, по-моему, больше бейнами стоили. Можно было двумя взорвать, а два оставить здесь. Так, идет вперед Криптуумера выбивать. Так я не дождался демага, чтобы тиран всеми шел вперед юнитами. Вторая атака на либераторах. Либераторов все больше и больше. Здесь до ультралов пока дело не доходит. Вижу пять карапторов от демаги. Ну, вот опять же, как я и говорил, две атаки на воздух есть. Нужно всегда сейчас зергам. Видишь либераторов, а либераторы всегда у тирана будут в ТВЗ. Обязательно на воздух нужно делать армор. Иначе они разносить будут вообще в мясо все. А они и так сплэшиваю. Они даже при равных грейдах армора атаки будут очень неплохо выносить масс на масс. Но если их не будет, этих грейдов там с одного залпа просто будет сугивно. Так, пытается демаг чуть-чуть пошатать. Два ультрала, уникальный армор ультрал. Вон, 3-3 грейды, адреналин. Демага раньше, чем задержка. Чем я сказал об этом. Вспомнил, что нужно делать армор на муталисках. Где 4-й? Сэшка полетела. Вот все вроде у Димы как-то там распространяется. Но в Лотве вот эта пассивность с раптором, она может и прокатит. Но с какими-то крутыми игроками она зачастую не прокатывает. Нельзя вот так вот пассивно стоять и зергу и строиться. Ему нужно что-то прикинуть. Какой-нибудь недусочек на мейн. Муталисков побольше пошатать. Там забегание, туда-сюда бейлингами. Там с этого направления куда-нибудь забежать, я не знаю. Дропы чаще использовать. Это-то из первого Старкрафта еще используются. Бейны есть, заморфил пару оверов. Там, я не знаю, дропнул бейлингов на вторую. Вот отсюда, посмотрите. Залетай, не хочу вот сюда, вот в рабочих. Это не то, что там даже не всегда дэмэдж нанесешь. Ну, при жизни надо оппонента держать. Потому что если когда нету агрессии от оппонента, то просто можно строиться, спокойно выводить свой идеальный микс. Так, димага на четвертый, вырывается сейчас. Слышу где-то ультралы к лишнями с вами. Вот он, две штучки, два ультрала. Дерутся там. Сплит мариков отсутствует. Просто бейлинг. Ё-моё, что ты делаешь с эратором? Вот это сплит. 284 по лимиту. Сразу после замеса стало, после этого. Муталиски залетает, либераторы все разложены. А дальше-то что? Вот что со второй атакой. Вызовите, что с муткой они сделали эти либераторы. Причем часть только по воздуху дралась. 1-0 димага. Так. Верилак, вторая карта, создаем. Верилак, вторая карта, создаем. Ну что, зову димагу в игру. Верилак, вторая карта. поехали все готовы ну что, Димага 1.0 Левелак, карта у нас следующая в чатике насоветовали уже, что делать дропаться надо и сплититься лучше, но это понятно хата у Димаги 17 опять же 10 через рипера, судя по всему, опенинг сейчас посмотрю, ребят турнир-то наш уже кончится скоро а что дальше а дальше там ни хрена особо и нету сегодня, так что, наверное, сегодня прерву все после данного турика купа экстратерресиал доводит до десяточки призовой, спасибо тебе спасибо за поддержку всем турнира помните, что меня и мой канал приветствует, тоже поддерживать десятка, уже неплохой такой призовой фонд пять тысяч, первое место, две пятьсот, второе полторы, третье, тысяча, четвертое на четыре места призовой распределен я думаю, что до конца, я не думаю, я уверен, что до конца турнира он увеличится еще и с призовой, потому что не сегодня он и конец собственно говоря ну, видимо, в следующий игровой день будут отыграны оставшиеся матчи одной восьмой и потом одна четвертая уже летает реперок, привет, Вориан, кстати если не поздоровался вот дрончик минус неплохое начало для рипера а далее что? загнал димага все-таки этого рипера но понял, понял сейчас велосераптор прекрасно, что происходит димага выдвигается вперед линги при этом все без мула шесть ручей два еще в продакшне то есть это ну, сейчас реводжер как минимум один заморфится да и на второго в ближайшей перспективе уже ресурсы будут а не, мув заказывает димага а почему мув? ну, мув на перспективу и дронов строят здесь танк плюс маленький то есть димага переходит в макро в итоге поднимается линк на хайграунд овера здесь нет овера можно было подвести но это если бы прелоджеры только были бы ну, димага просто блочит сейчас СССР вторую велосераптор что-то полетел куда-то куда он полетел центр хочет разведать ну, можно и СССР, конечно, туда-да полететь 28-28 парабам но технологий-то у димаги нечисто велосераптор просканил и видеть, что у димаги уже хат во всю вторая добывается у него третья СССР то есть для Азерга это вообще ой, простите, для Тирана эта ситуация очень даже неплохая СССР здесь висеть нечего им просто нужно прилететь сюда сесть, кидать сюда мулы строить КСМ просто трех СССР подстраивать танки два барака сейчас будет мариков сейчас будет больше просто сюда один танк засижить один пониже с мариками выйти просто и занять в итоге базу марик спускаются вниз один танк можно и нужно вывести тоже вниз что и делает велосераптор третий танк еще пока не готов скоро будет готов сейчас на АЦСшечку сажать еще один танк выводить вот сюда куда-нибудь или вот сюда элоцерапы просто под рамку выводят ну в любом случае эти танки неплохо здесь все перекрывают факта взлетает слабо три танка есть темпак щиты делаются сейчас все что нужно Тирану это заказать вот здесь вот грейды и постепенно в медиваке выходить в чем элоцераптор вот сейчас Димага мог бы лингом проверить рискованно вот так мулы кидать конечно ну вот но велосерап у нас рискованный паренек кидает ну вот на третью перевел туда КСМ на вторую вообще добычи особо нету немножечко Димагу обманул здесь третья хата на половине готовности у Димаги плюс один на рейнжовый играет ирующему в поле рабочим 50-37 ну Тирана постепенно да не постепенно по КСМке увеличивается в общем-то популяция рабочих за заказ а это очень даже быстро бараков добавляется лаба на факте и еще одна лаба на бараке а так пошла вилосераптор наконец-то давно пора грейды заказать потому что давным-давно инженерки стоят 200-200 на грейды нужно стараться побыстрее найти потому что грейды чем раньше тем они быстрее окупятся тем лучше в общем-то потому что там и 2-2 в перспективе и все-все тем более с трех баз когда ты играешь сейчас тут стационарная стадия у Тирана еще достаточно долго будет длиться хотя вот уже сейчас на стимпаке можно по нему чуть-чуть двигаться так, есть дробчик на мейн демаги шейлер дронов убивает лимит у демаги пока что больше второй атаку ранжевую заказывает на третий даже еще и газ второй не отбывается рептуморов опять много здесь дробщик от вилансераптор который демага принимает очень жестко сейчас вилансераптор на ровном месте передробывается в другое место и демага не сразу подтянул свои войска но там ничего особо не потерял арморист строится 2-2 можно будет заказывать сразу практически фаербулы мидимаг сбивает мидимаг с мариками карас на том кончается мейна 1-1 у вилансераптора через пару секунд будет готово нужно 2-2 срочно заказывать все готово 1-1 грейды после атаки воздушной пришла наземная атака на танки хочет вилансераптор сделать ну не хватает немножечко ресурсов на армор вот хватило 2-2 заказывает пока все неплохо пассивно конечно но неплохо для тирана вот с этих 10 оверов мало очень открыто пространство просто лети на мейн не хочу блин только не одним медиваком а большим количеством естественно здесь 2 медивака полетели прямо в открытую через скрип но это перебор вот королеву срезать можно я не знаю на кселнаге пробуется его срап с темпач королеву подрезает королева падает крик тоже может подрезать димага ручи сейчас стягивает со своей базы егоцераптор загружается улетает ну вот слишком какие-то откровенные дроп сейчас на ход можно было димага зря сейчас не кинул фаербол егоцераптор не контролит медивак эти вообще можно 2 было по центру покидать медивак которые подлетели ну на ход если это было делать но если ты с эзергом играешь ты должен чувствовать такие тайминги сейчас димага на ход кидал егоцераптор туда и не летел он на месте стоял прошу прощения пытался димага на халяву медиваки сбить ничего не получилось вижу ультравескерн пошел у дима уже ну вот и лоцераптору сейчас нужно делать выход до готовности ультравескерна куда бы он не дропнулся везде у димаги что-то стоит так и должно быть естественно чтобы на халяву дропу не заходили и сейчас велоцераптор вперед пойдет он может димагу пробрить причем тупо на оклике и он идет между прочим вперед разгружает здесь медивак димага чейджинг он все видит танки без осады заходит велосераптор димаги реально много но ультралов нету они без грейда очень похоже что 1-1 станет у нас в этой игре хотя хотя еще пока рано об этом говорить димага заходит отбиваться сейчас димаги 2-1 грейда реводжеров очень много фаерболы по мародерам сейчас попадают неплохи но ультралы не успевают выйти димага еще фаерболы кидает но реводжеры понемножечку понемножечку рассасываются разваливаются все фаерболы еще нет отбился димага посмотрите даже одни реводжеры все отбили ну грейды 2-1 грейды неплохие сейчас ультралы выйдут 121-150 полимета но вот сюда точно лезть не стоило димаги хотя фаерболы неплохо падают танк просто посмотрите он повернул свои клешни и танк сдуло буквально сейчас передробчик будет на мейн да будет на мейн передробчик со стороны вероцараптора но он бесполезен нужно сразу улетать димаги нужно выдвигаться вперед одного ультрала здесь оставить он все отобьет легко уникальный армор не готов ничего пока не готово ну видно что тянет время тиран димаги 182-132 досиделся досиделся нужно как-то пораньше было выдвигаться вот что значит пассивность каймена дождался 2-2 и пошел нужно было убить здесь кри подготовить почву для выхода там подробаться пока выдвинуть сюда может быть до готовности 2-2 пораньше танки в сич сразу поставить там перелететь и здесь битва так себе была нужно фронт было поширеть делать нужно димагу было на этой рампе ловить здесь димага пытается сплетануться танки плюс либераTOR здесь у нас на второй базе заходи димагу и либераторы хорошо конечно танки либератора сейчас стреляют но в ультралов в танке ультралов слишком много и раучей и реводжеров много один либерат все лишь остался реводжеры фаербуллы кидают по своим по чужим либератор стреляет но это даже и незаметно особо ультралы потому что жирный а один либератор здесь ну явно не справляется. Ещё один фаербулл, минус Либератор. Никто его не вычинивал. Ультралы на третий, ультралы на мэни, ультралы с реводжерами на второй. Рыч везде разгром. Это 2-0 всё-таки в пользу демаги. На обозе, на обозе втащил. Медленно тиран выход, демага уже успел выйти в ультрале. Следующий, следующий, кричит заведующий. Но это не я. Турнир не наш, поэтому, поэтому ждём. Так, Spell Stinger создали. Нинвач у всех. Ну что, даю добро на старт, как готовы будут игроки. Ну что, Spell Stinger против Ghost Hela. Поехали. Смотрите, как там в сетке у нас, кто это. А это Ghost Hela есть. И Strange против Black Templar. На сегодня последняя пара, насколько я понимаю, будет. Кул против Контрола завтра. И Lightweight против Касса завтра. А, не завтра. Не, вру, какой завтра. Короче, когда-то будет. Когда-то будет. Так как-то... Поехали. Александр. Идirm 있� страх. Граб. Лев. Т Herz. Идинь. Оспаться из тянь. Ты hist! Граба. Нü. Сюда. Ну что, спускается Гост Хэлл, запиливает Хатун, второй Спелсингер, заезжает на хайграунд Ну здесь в Спелсингере явный хаварит, нужно об этом сказать Будет ли третья Хата от Гост Хэлла или это пул будет? Нет, это 17-я Хата Газ пул, судя по всему, да, так оно и есть Ну и пул пошел Гейт, нет, сус Кибернетка, Спелсингер, стандартный билд Ну и рабочие во второй Газ подстраивают 16 на минералах добывает Так, густится Гейт, Гейт и Адепт Третья Хата пошла, Мух делается Раскачивается вторая понемножку, здесь Адепт есть, второй строится и Старгейт на мейне Ну надежный билд у Спелсингера Зарг тоже достаточно надежно играть через Мух Королева вторая, только третья королева не строится А зря она, во-первых, бы криптумор поставила Кого-нибудь сюда соединить базы, да дальше его тянуть можно было бы Да и на третья она по Хату пригодилась бы королева третья пораньше Важная база Оракул заказан Ощущения интересные Ну что, подлетает Овер сюда, а он будет минуснут, естественно, в перспективе Фениксом Оракул летит вперед Спорок нету, пока нету И Оракул сейчас хорошо залетит, я вам скажу Причем Зерк его даже не спалил Он через Оверов через все пролетает А Зерк даже, черт побери, не спалил этого Оракула Залетает на вторую базу При этом всем 4 дрона убил сейчас Оракул Сингер мог бы гораздо больше убить, если бы на мейн просто полетел Хотя, может, больше и не убил бы, отводил бы Зерк, но Убить побольше можно было бы До Варфа Адептов идет 5 штук уже Феникса строится, во всем Офовером делает Гост Хелл Третий Нексус строится у Спеллсингера Форжи пока нету, грейдов, поэтому пока не предвидится Вайлайт тоже пока не предвидится, поэтому непонятно, будут ли какие-то пуши здесь или что-то еще Ну, скорость атаки с пуши будет Адептом не помешала Ну, или блинг, может быть Шесть адептов врываются у Спеллсингера Уходит дронами Зерк и королевами Королев тут как-то зажимает прямо на рампище Самое интересное Спеллсингер Нечем просто встретить это все Восемь гидралов заказано Вместо Роучи То есть еще если бы сейчас Адепты на мейн телепортнулись Они этим гидралам бы тут такую сладкую жизнь бы устроили Сейчас только они, правда, телепортируются Но Фениксы устраивают сладкую жизнь гидралам Врываются на мейн Сейчас гидралиски будут выходить Прямо под Адептов Что-то Гос Хелл здесь не то сделал явное В этой игре, и он это поймет Адепты врываются Гидралиски поднимаются Еще давайте потихнем Ну, увидели потери, как бы здесь все ясно Видимо, Спеллсингер посильнее Год Хела будет уровнем игры И Спеллсингер просто пришел на опыте Убил Ну, начальная стадия турнира тут достаточно Такой С обширным количеством Хотя нет, каким к черту Обширным количеством участников Это неправильно Так говорить Да и не звучит особо даже С большим количеством участников При отсутствии Блая, Хэппи Сильных игроков Очень таких Вот Ну, еще некоторых других нет Поэтому Прошли много игроков Интересных Молодых Вот сейчас-то мы их и наблюдаем Но Одна четвертая Впереди Нас тоже ждет Пока уже две пары Джараксус против Демаги Это ПВЗ И Аверс против Минато Это ТВЗ На победителя Спеллсингера Гост Хэвэ Выйдет Поведитель Лайтвейт Касс Ну и Стрэнч Блэк Тэмплар Будет еще сегодня Да, после этого я не буду ничего стримить Я же прям тут залипаю реально Так что прервусь Стрэнч Блэк Тэмплар Успокойтесь вы уже Успокойтесь вы уже с Хэппи А то я сейчас сам начну худеть И тогда мало не покажется Про сопрано, чавканье Про посттюремный синдром Там и так далее Кто что хочет, тот и смотрит Game paused Субтитры сделал DimaTorzok Семнадцатая хата. Газ пул у Гост Хэлла. Спеллсингер играет гейт. Внизу на рампе на застройке. Вот это уже интересно. И вернадочка здесь пошла. Стеночка, вот вы видите. Вот здесь вот. Здесь нужно что? Здесь нужно поставить пилон еще один. Погодите. Пилон-то еще один спеллсингер поставить? Я не понимаю, но здесь жирный проход будет. Как сделать так, чтобы проход был адекватный? Вот пилон пошел. Нам, по-моему, на ходу придумали стенку. Хотя, не, вот здесь вот еще одно здание вот так вот поставить. И оно и закроет все. Пизик. Ну, кто-то дрейфит. Ну, был сын, что старый прогеймер. Прямо дорого. Тоже молодой. Пой, вон. Нужно не дрейфить. Ну что, строить лингов Густ Хэл. Кажется, тут хитрый план намечается. Под названием, сами знаете, каким. Сгрызали-то. И стенки то, что нету. Пока может сейчас процессу вообще минуснуть. Лингов отдает сейчас. А вот, все, стенка уже есть. Твайлайт ставится. Кибернетка. А, вот. Кибернетка. Кибернетка-то давно есть. Мазеркор я после не видел где. Вот, а Мазеркор наконец-то нашел. Адепт видит лингов. Линги забегают. Без му, без всего. Еще 8 строится. Какие к черту дроны? Ну, если ты массишь лингов, так и массишь лингов тогда. Нет, построил дронов зачем-то. Прибежал. Конечно же, на оверчарже здесь отдал несколько юнитов и убежал. Безидейный экип пока действовал. Еще один пилончик пошел. Стенку, в общем-то, усиливает у нас. Спилсингер пытается гост хэл прогрызть камни. Спилсингер этого пока не видит. У Спилсингера Даркшрайну настолько откровенный Даркшрайн. На мэне ни одного пилона нет. Здесь прямо до застройки он ставится. Зачем? Не понимаю. И, кстати, сейчас Спилсингер может просто отдаться из-за того, что камни не контролят. Вот один из наших артеров, Ревчик, знает, что такое камни не контролят. Можно потом и бомбануться немножечко. Камни нужно всегда контролить. Падают камни. Густоил прям усиленно кликает на них, что лингов начинает тупить. Робо. Адепты врываются. Забегает гост хэл. И прямо на мэн. Часть лингов на мэн, часть на вторую. Это для Фродса практически ГГшечка, на самом деле. Минус Нексус на мэне 100% будет. Ну вот не контролить камни. В такой игре, на такой карте, ну это фейл же просто. Нексус, конечно же, на мэне падает. На второй пока нормально все. Внизу Дарк строится. Пошел к оппоненту. Спорок нет. У одного Дарка мало. Нужно больше Дарков. Так, здесь пробки перевелись. Нужно спасать их адептами. Ну, адепт спасут, на самом деле. Стеночку нужно делать. Ну, Нексус устанавливается. Стеночки пока нет. Мда. Кроме как на третью Даркому больше некуда прийти. Такое у меня ощущение было сейчас Спеллсингеру. Спорки добавляются. На любую другую базу приди. И почему Дарк всего один тоже хрен знает. Фокуса Дарком вообще нету сейчас от Спеллсингера. Это провальная игра, я бы сказал, без фокуса Дарком. Адепты пытаются ворваться на мейн. Все, он Спеллсингер их телепортирует зачем-то. Пролево подрезал. Пару дронов подрезал. Телепортируется вниз. Три дронов здесь. Дарк на третий буянин здесь. Хату рубят. Ну, Хату навряд ли Дарк срубят. Вот дронов сейчас срубят Спеллсингер. Шесть уже минус. Адепты уходят. По лимиту Гасхела больше. Может быть, Контур Пуш попытаются он будет сделать. Хоть в этой игре. Стоит Гасхелл. Уверсир Морфитс. Сейчас Уверсир будет готов. Кстати, можно было Спеллсингеру Хату убить, если бы он тогда не агрился на рабочих, но не убил. Ну, то есть, без Уверсира можно отбиться. Так уже было. Привет, Вета Уимба. Блэпка уже достаточно давно есть. Спорка-полетка здесь. Роучи идут вперед. 74 Спеллсингера, 99 всего. Понимаете? 48, 28 по лимиту по боевому. Адепты идут, кстати, в Контур-Атаку от Спеллсингера. И правильно делает он. Роучи без Муа здесь вообще ни хрена нету у Зерга. Кроме королевы, которая сейчас погибнет. Здесь еще дарки летают. Это адепты что у нас? Адепты куда-то телепортируют. Так, адепты остаются здесь около второй базы. Роучи возвращаются. 11 дронов, 13 дронов минус. Королеву на мэне здесь дарками агрит у нас Спеллсингер. Но убить не получается. Здесь дронов загонял вообще в мясо. 15 минус. Пуле миду уже ситуация равная. Ну вот, разводится, разводится. Зерг на ровном месте практически. Адепты на второй вырыв делают. Дронов опять начинает подрезать. На холде Спеллсингер там вырубает. Королева упала. Адепты тоже упали. Ну, 26 дронов потеряно. Влетают тут несколько муталисков. Ну, они ничего особо делать не могут. Треть них добывается. И ты новый пошли. Причем Спеллсингер даже без фотонок играет. Вот, чтобы таких сюрпризов не было, что 4 муталиска, 8 пробок убивают. Нужно ставить по одной фотонке. Особенно, если ты уверен в своих силах. Если сильнее оппонента своего. Та перестраховываться всегда нужна. Так, Син-3 ставят пилды. Пилды очень даже ничего. Ну, фаерболами там пробивает. Спелл эти пилды. Попытка фукуснуть призму сейчас идет. Ну, смыслом это уже особо нет никакого смысла. Призму не фукуснул. Потерял все. Здесь падают оверы. Падает в итоге все вообще. На третью Спеллсингер заходит. Это 2-0, ребятки. Это изи от Спеллсингера. Потери можно даже глянуть. Ну, в этот раз нет. В этот раз у Спеллсингера такие неслабые потери. Но сейчас он практически без потерь дерется. Даже сталкера наконтролил. Посмотрите. Да, да, да. Г, 3, Г пишет. Ну, что? Надо нам Стрэнджа искать. А Стрэнджа здесь все нормально. Стрэндж Блэк Тэмплар. Стрэндж Блэк Тэмплар. Так, будем искать. Стрэнджа. 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 Продолжение следует... 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 Так Бегают тут наркоманы всякие Говорят адепты И посылают за ними Свои просто эти призраки Минус марик Третий никус готов Добыча начинается Фатонок Стрэндж на мейне запилил На второй запилил Так ставят, что фотонки Минимум помех Создает добыча минералов Пробивают камни на третьей базе Все больше адептов Все больше Сталкеров Стрэй и Мортлов Делается армор Плюс атака уже готова После армора можно вторую атаку заказать Чтобы сразу делалось безостановочно Ну а здесь, что здесь Блэк Танк Ла спускается Сканик минус Аксера С СС нужно перелетать Танков 3 штучки 127, 120 по лимиту Собранный стебра маджика То Я давненько его знаю Давно Очень даже Человек маджик Хороший человек Нормальный В принципе Пошел еще Довар Адептов уже 20 штук Здесь Имморталов 3 штуки 3 с Н3 Если добавляются 8 Гитов сейчас будет у Стрэйджа Что-то он тоже пассивно прям стоит сейчас Ничего не делает Но он видит, что тиран стоит А что ему ломиться-то Он не собирается ломиться Он в шторм выходит Там чажа делает Грейды Блинг есть Уже скорость атаки адептов У Стрэйдж все твайлайт грейды используют То есть к этому миксу Чжелки будут добавляться С архонами возможно А может быть шторм будет Не знаю Пока точно Ой-ой-ой Прошу прощения Пошел выход Танки плюс био Идеально доделывается К этому выходу И чажа Сейчас и архончики будут добавляться Стрэйджем Все Можно варпать архонов уже Варпа я не вижу Правда никакого архонов Вот пошли все штормовички Сейчас еще один иммортал вылет Так собирается Стрэйдж заходить Насколько Я вижу Вот танки Адепты Телепортируются От танков Куда-то Свалили Медиваки Танки Поэтому погибаются Белки на чаже Прыгают Адепты Все разваливают Короче Стрэйдж Просто разваливает Оппонента Своего Сейчас Да нужно Сливать архончиков И идти Дожимать уже Я так дома Нет смысла ждать Здесь призма висит Архон Есть хоть один Да вот Идет с армией Вперед Газа много Тут еще пару архонов Можно добавить сюда Да точно Продавишь Ну Стрэйдж предпочитает На матч Залететь призмой Раскладывается Довар Пошел Зелков Здесь передробчик идет Блэк темплара Мариков много Пытается Мариками призму Сбить Бивает призму Дилки не справились Дилок Фигаси Бэк танк поломал Это нормально Брейды 2-1 3-2 У Стрэнджа Делаются На мэй не подхарасил Одновременно Напал Даже я не заметил Как он напал Сразу же Одновременно Напал На вторую базу Откуда его забанил Зерк Забанил Кого откуда-нибудь Не отхудал Не банил Хотя давно Может быть Было Что-то Не знаю Так Стрэндж еще решил Камни пробить Чтобы Отступать было Куда Зилков Просто какие-то Гигантские толпы Подбегают 16 штук И бежит сюда И мост Тут стоит еще На На мэйн стрэндж Пока не собирается Ломиться СС-шка улетела Тиран собирается Заново выйти На третью Свою базу Спасибо За будь здоров Вторую Руба Руба Бэй Ставится Субтитры Ну что, пытается спуститься в Black Templar, но что-то слишком много здесь Стрэнджа, архоны даже друг другу мешают пройти, пробиваются Д-пушки, заходит Стрэндж на хайграунд, ну это в хламеско называется. Ждем вторую игру. Годите, это же первая игра была получается, да? Ну да, ждем вторую. Захожу в игру. Ну, для Стрэнджа Black Templar это понятно, не совсем его уровни оппонент Стрэндж уже зарекомендовал себя, я бы сказал, как ТОП-3. Что тебе надо-то? Какие настройки? Как ТОП-3 после Хэппи и Блая? Как вы можете понять? Как вы можете понять? Реплей, наверное, Бёрнинг смотрел в Black Templar. Ну да, в первом раунде пока особо равных игр не было. Сейчас, ребят, на секундочку отойду, буквально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Так, я здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, пришёл Black Templar. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Сканит Black Templar, все прекрасно видишь, что здесь происходит. Видит обсерверов скелета, еще и тут у Стрэнджа видит Роба, видит Фаржу на второй базе, пока ничего не видит, здесь пилон на строчке немножко добавляет, по Робам на 2 Стрэндж всего лишь впереди чуть-чуть. Обсервер тут рядом висит. Два барака еще добавляются. Старфорд, ну Тиран очень пассивно играет, но он в экономику такую вышел, но нужно третью цешку побыстрее перелетать тогда, я думаю, раз так играешь, так как нужно наращивать добычу газа, продакш наращивать. Вот Стрэндж уже третий нет устроя, Тиран долговато там ЦЦ-шкой сидит. Если ты видишь, что Прокс тоже пассивно отыгрывает, так, еще один скан пошел, Тиран просто выведет и КСМ-ку лучше, куда сканов стоп кидать, видит пилон сейчас Бёрлинг прекрасно Стрэнджевский. Минус Марик, есть КСМ-ка, падает у нас на туреточке. Достраивают все-таки в итоге Бёрлинг-туреточку, но не будет лезть Стрэндж. Лимиты Тирана даже больше. Скан минус Апсервер заметил, сколько сканов уже. Блэк Тэмплар сканит, только вот сейчас уже два скана на Стрэнджа базу было кинуто. Скан на Апсервер, все мулов просто, ну вот один добывает, мулами почти не будет, так, экстра сапплая полетели. Блин, как популяция амулов просто терпит в этой игре. Ее практически и популяции этой нет. Ну, так и так, у Тирана больше лимита, уверенно развивается. Делает выход, еще один Апсервер летит, можно сейчас его заметить, было бы избить, но у Бёрлинга может быть скана не было, я не знаю. Да, здесь нигде скана нет. Еще один Апсервер летает, решил всех Апсов сбивать в этой игре. Стрэндж же решил, что нужно сыграть в колоссов сейчас. Колоссы это интересно, но, как вы знаете, колоссы далеко не те, далеко не ходсовские, далеко не уловские. Второй робот Стрэндж делает, на второй базе, на третьей базе 4 гейта добавляет, здесь два мари куда-то идут, непонятно куда они идут. Мазеркор на мэне остается, две фотонки, два пилона, собственно, на мэне оборона есть, если оверчажи вовремя поставить, здесь хватит даже стационарной обороны, чтобы двойные дропы отбивать. Тройной дроп уже проблем может создать, конечно, и то из пилонов больше будет, там 4 оверчажи выставить, даже тройной можно отбить. Здесь 4 пилона, кстати, и есть. Первые два быстро упадут. Так, в двух направлениях дропы сейчас идут. Первый на мэнзель, это нужен варп срочно. Причем здесь на вот этот пилон, если варпить, это медленный будет варп. Ну Стрэндж подводится, второй база сейчас юнит освоит дроп. На все три базы сейчас отберлинга идет. Ну Стрэндж справляется с этими дропами. Минус причем и медиваки даже, на мэне дроп улетел, на второй, третьей базе дроп не улетел. Все, что потерял Стрэндж, это 5 пробок. Тиран больше здесь реально потерял. Добавляются фатоночки, добавляются колодцы. Но все равно бёрнинга больше, лимит 155-126. Но в любом случае нужно адекватный тайминг выхода демонстрировать. Стрэндж вторая атака бустится, возможно, к выходу тирана уже доделаются. Вторую форжу Стрэндж ставит, скоро второй армор тоже будет, уже два грейда делаться одновременно. Так, колосс, сейчас еще один выйдет очередной. Летает медиваки и скан идет. Видит прекрасный выход бёрнинга сейчас Стрэндж. Сто минус семь, двести лимита тирана фактически выходит. Сейчас еще бы тайминг грейдов был под этот выход, вообще бы адский выход был. Но он и так силен. Бёрнинг, не знаю, видел ли колоссов бёрнинг. Туреточки пошли б с эти минки. Стрэндж все прекрасно это видит. Два эмортала строятся. Колоссов четыре штучки у Стрэнджа. Переход в эморталах идет. Есть здесь, как вы видите, либератор один. Так, адепты врываются. Вардин шилд пошел. Будет уже врыв, что ли, со стороны Стрэнджа? Да, врываются адепты. Снизу врывается либератора минусой Стрэндж. Так, через атаку он пару с Н3 успел забрать. Филды очень даже неплохие. Вот, блин, хорош. Какие филды от Стрэнджа? И Стрэндж, что очень грамотно делает, так это викингов вырубает сейчас, понимая, что колоссы могут решить исход этой битвы. Так, минки стреляют. Но не все еще, кстати, минки стрельнули. Сейчас минус два эмортала могло быть минкой, если бы они в кучу стояли. И Стрэндж просто берет и отбивает все. Хороший еще контроль от Стрэнджа. Но, я говорю, Стрэндж сейчас очень неплох. Ему чуток еще по уровень набрать побольше. Он сможет вообще тащить очень неплохо. На муве пошел, только похвалил, пошел на муве. Минка стреляет, забирает сталкера. Но остальным сплэшем поля только снимает. Но обсервера сплэшем еще забрала. Неприятный момент. Вот такая минки обсервера. От минки выстрелами обсервера забирают. Тирановские тебе. То может и подгореть тогда. Немножечко по два колосса станет строить. Там вторая атака на воздух. Гасты. Что-то я не вижу, правда. А, викингов. Ну, викингов четыре. Так, не четыре. Викингов достаточно много, кстати, здесь. Не успели, правда, перелететь до варпа адептов. В итоге адепты успели телепортнуться сюда. Это значит потери по рабочим определенно будут сейчас. И не маленькие, я вам скажу. Потому что шесть адептов они нормально наваливают. КСМ. Тем более они с двух ударов убивают. Ведь Грэдл-то 2-2 встали уже. Опять адепты на мейн вернулись. И КСМ едут как раз сюда. Надо возвращать было. Шестнадцать минус рабочих тиранов. 176 тренджет. 150 бёрнингов по лимитам. Все, адепты падают. Но 21 рабочих погиб. 21, это много. 174, 150. Шесть адептов. Ну, не шесть, там семь, по-моему. Как-то так адептов это сделали. Сколько гейтов у Стрэнджа? Семь, да. Семь гейтов, семь адептов он и варпанул. Сто процентов. Идет выход сейчас в лоб. Либераторов нет. Заходят здесь адепты от Стрэнджа. Будет врываться? Нет, не будет врываться. Подождал немножечко. Хочет 200, видимо, Стрэндж сейчас лимита. Так, тимпач, Сетеран. Адептов прогоняет. Одного забрал. 3-3 грейды у Бёрнинга. У Стрэнджа тоже 3-3 делаются. Нексус четвертый добывается. Сейчас еще плюс колосс будет. И Морталы пошли после колоссов этих. Микс такой очень сильный. Робо-юнитов лимита. Хороший лимит робо-юнитов. 6 колоссов. Это, блин, 36 лимита только и 3 Морталы. Еще 12. То есть 48 лимита робо-юнитов. Хорошо сейчас снайпернул Гаста строить. Посмотрите. Единственный. Единственный и неповторимый. Хотел он так кинуть и МП. Но ни хрена у него не получилось. Так, готова 3-я атака. Стрэнджа начинает поля делать. Либератора 2 раскладываются. Либератора и минус. Фокус викингов идет. Тут с таким количеством сталкеров можно и через атаку. Скрутить бы было. Потому что что-то викингов очень много. А сталкеров не очень много. И они даже больше дэмэджа за залп наносят, чем нужно на викинга. 146-128. Отогнал Стрэндж Бёрлинга. Но у Бёрлинга хорошее макро. По 4 Либератора строится. Желательно 5 ему сейчас занимать. И пока не просто взять этого тирана. И на Либераторов 2 грайда. И здесь 3-3 грайды. У великолепного тирана. У Стрэнджа тоже неплохие 2-3. Сейчас 3-3-1 будет на землю. Занимает 5-я Нексус. Переводит уже пробу. Дистанс майнинг идет. На Мэйне кончилось все. И минералы, и газ. Вторая в кармане кончается. Третья кончается. Конечно же, эта база необходима. Сюда можно побольше рабочих перевести. Здесь 16 можно штучек. Еще 5 сюда послать. Так, проверяет Бёрлинг. Сейчас нет ли вот 6-ой базы вот здесь. Нет, 5-ой базы вот здесь вот. Ну, 5-ой нет. Но он сюда пойдет наверх, кстати. Стрэндж выдвигается вперед с Архончиками уже. Можно базу сейчас потерять просто-напросто. Аккуратнее надо быть. Довар делков идет. Поверчаж не достает вообще. Делки прыгают. Криво они прыгают, я вам скажу. Но Тиран предпочел улететь сейчас. Скан пошел. Но Либераторов много. В лоб так просто сюда не возьмешь, не наломишься. Но Стрэндж предпочитает с бачку зайти сейчас. Те Либераторы не полностью перекрывают его врыв. И действительно, они здесь ни хрена не перекрывают. Два погибли. Два Либератора только вот это на правильном контроле. Остальные вообще не участвуют в бою. Нужно было раньше их перераскладывать. И Морклы просто в мясо все разваливают. Сталкеров достаточно, чтобы выбить все. И 133 на 67 по Лимиту. Стрэндж справляется с своей задачей. Потери. Потери близки в этой игре. Гораздо на более высоком уровне Берлинг ее отыграл. Приятно смотреть, как делал он крейды. Но вот что-то не хватает в основном за месяц. Не хватает контроля в основном в битве, когда всем лимитом дерется Берлинг. И в итоге Стрэндж побеждает. 2-0. Проходит дальше. Ну а остальные пары уже не сегодня будут проходить. Так. Что я хочу сделать сейчас? Хочу посмотреть, что у нас будет. Так, GoFoSK сегодня. Ну это GoFoSK за поинты в 21.00 начинается. Скадываем Proof Team League. Ребят, я уставший сегодня. Спать хочу. Очень сильно. Поэтому я буду закругляться. Может быть даже сейчас я посмотрю, что я буду делать. Как бы если никуда не поеду. Я может даже сейчас прямо лягу поспать. И там в два часа встану, например. Постримлю Лайвские игры. Такой вариант вполне возможен. Но обещать не буду. Делаю стоп. Старт. Но если не будет этого, то до завтра с вами прощаюсь. Вообще-то до GSL. Завтра GSL в 12.30 приходите. 2-0, 2-0. Там будет играть интересная группа. Вот. Как-то так. Всем спасибо и до встречи на следующем игровом дне. Можно неправильно понять. Но присоединяюсь к его словам. В правильном смысле, естественно. До встречи на GSL завтра. Если буду стримить в Live 2, то вы это увидите в группе. Вконтакте. В анонсе. Группа в описании. SK2TV Good Game есть. Вступайте. И увидите. Ну, анонс я слишком заранее пилить не буду. Короче, в любом случае увидите. Следите за анонсами, за группой. До встречи всем. Эту запись на YouTube выложу.